Совсем другую штуку, потом сделать ее немножко. Вот отстрел я, как я выгнусь. Ну что, дорогие друзья, я так понял, что Олег уже снимает, как я мою шпатель. Это не практический семинар по поводу этого дела. Мы хотим вам рассказать Байку по поводу того, что мы сейчас опять попадаем. И чтобы выводы не попали, напоминаем еще разок про выготовку перед декоративной отделкой. Опять плачевная история с тем, что у нас шпатлевка слабее, чем наш декоративный материал. В чем это выражается? В том, что мы уже рассказывали, что сначала была грунтовка с краской. Потом первый слой мы нанесли просто этим материалом. И вот сейчас мы наносим уже рисунок, и все равно идут пузыри. То вот мы сейчас будем рассказывать. Точнее не будем рассказывать, а просто предупредим. Ни в коем случае не ложите декоративную раму. На флизелин, раз, стеклохолст, два, стабил, три. Может быть даже в некоторых случаях, если плохо проазрунтовано или плохо отделано, даже на гипсокартон может быть. Не влагостойкий, тоже может быть не ложить. Потому что бумага на гипсокартоне тоже имеет свой способ набухать и так далее. То есть все, что может быть плохо или проазрунтовано, или может быть уже много мгновений. Может быть пыльные работы идут, или каждый слой у нас в пыли получается. Разные моменты, но почему вот так вот вылазит оно? И сейчас остановимся перед вопросом, как это все исправить. Мы исправим, конечно, только какой, так сказать, ценой. Какой ценой? Не понял, почему. Ну, большая часть это у нас было из-за выготовки, то есть слабая выготовка. Ну, да, то есть отрывает, значит, работа, она высыхает, сразу впитывает на себя. Это или вымолот шпаклевки, или слабая шпаклевка, или, может быть, действительно, это мое упущение, что я понадеялся на Д-60, на ее, так сказать, были ее заслуги. Ты селфи в это дело делай. А? Селфи делай. Что делай? Сам себя снимай. А-а. А то ты рассказываешь, вроде, я это делал. Да, я, да, я это делал. Ну, вот так вот. Да, я что-то. Ну, да, понадеялся на Д-60. Д-60, что она такая была, цупкенька. А они ее разбавили, оказывается, получается. Ну, да. Тут трудно сказать, что здесь стало причиной. Это мы будем чуть позже выяснять. Наша это вина, или вина, так сказать, выготовки. Ну, если с таким сталкиваетесь, ну, что? Это легко проверить. Если наша вина. Будьте внимательны. Это можно выяснить при разрезании пузыря. Если там, внутри, аж, шпаклевок, то значит, это не наше. Нет, так, может, помнишь, первый раз, когда еще первый слой подложки делали, оно еще пузырится. Мы увидели, что оно уже по этим, по белочкам. По белочкам, да. То есть, у нас удовлетворение, что это все-таки такая... Так что, такие вот бывают... Казусы. Казусы, так сказать. Абзацы, как я говорю. Засады. Засады. Ну, что ж, на войне и на войне. Так что, оставайтесь с нами. Так, смотри, чем это все закончится. Так, смешу.